Сегодня впервые наш родной город принял участие в гражданском движении «Бессмертный полк». Я очень благодарна нашим невиномысцам, которые, вы сами видите, как активно откликнули. Здесь не только школы, не только дети, но и взрослые люди, те невиномысцы, родители которых погибли в годы Великой Отечественной войны, или погибли уже, умерли после войны от ран, которых нанесла война. И сегодня, вы видите, они пришли с портретами своих родных и близких. Я вижу, у них радостные такие лица, праздничное настроение. И мы за них тоже радуемся, что у нас большой такой полк получился. Именно невиномысский «Бессмертный полк». Это мой дедушка Иван Егорович Прыгунов. Он уроженец нашего города. Призывался в 1941 году. И сразу, можно сказать, в начале 1942 года погиб. Вот моему папе было, когда он погиб, всего 37 лет. Я в два с половиной раза старше его. Даже внук старше своего деда. В этом году как раз ровно 70 лет со дня рождения его исполняется. В этом году. Спасибо вам, ребятки. Спасибо. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Это мой папа. Он на второй день войны ушел на фронт вместе с родным братом. Прошел всю войну. Победу встретил в Австрии. Встречался с маршалом Жуковым и своим родным братом. Хотя служили в разных частях. Знать свое поколение, знать своих предков, это очень важно. И меня радует то, что сегодня более ста ребят из образовательных учреждений сделали портреты своих дедов, бабушек, победителей, победоносцев. И вышли вот в наш бессмертный полк, чтобы почтить память погибшим. Это мой крестный отец, Карпов Сергей Иванович. Его фамилия внесена в Красную книгу памяти Ставропольского края. Он служил в конной разведке, артиллеристом был. Был участником парада победы в Москве. Поэтому ушел из жизни очень недавно. Жалко, что нет его сегодня с нами. Вот, Черсин Илья Кузьмич прослужил всю войну на Катюше. Был радист там. Катюши, как вы знаете, во время войны были заминированы. То есть каждый день могло случиться все, что угодно. Прошел всю войну. Если он сегодня, его портрет с нами, значит, они с нами. ПЕСНЯ Сегодня я на праздник пришла с портретом своего дедушки. Яковлев Григорий Иванович. Он в 41-м году ушел на фронт. Был участником парада победы на Красной площади в 41-м году. И прямо с парада ушел на фронт. Был ранен тяжело на Курской дуге. После ранения был комиссован, но добровольцем ушел работать на военный завод. Где делал все для фронта, все для победы. На груди у моего дедушки не только боевые награды, но и трудовые. Он прожил долгую, славную жизнь. У него 5 детей, 10 внуков, 21 правнук. Мы гордимся своим дедом. Я вот работаю в школе, и поэтому мои двоюродные братья и сестры мне отдали на хранение в память ордена и медали дедушки. Я каждый праздник рассказываю своим ученикам о своем дедушке. Горжусь им. И вот сегодня с гордостью понесу его портрет в строю. Аударцев Николай Андреевич – это мой дедушка родной. В общем-то, благодаря Бессмертному полку я и нашла о нем связь. Сделали запрос в архив в Свердловскую область. И оттуда прислали эту фотографию. Так что Бессмертный полк помог найти дедушку. Бессмертный полк помог найти дедушку. Девятое мая – это действительно самый святой праздник. Ведь нет той семьи, нет семьи, которая бы не коснулась войны. Все помнят своих дедов. И у меня в семье тоже, и по линии мамы, и папы, тоже многие были на войне и погибли. Поэтому это действительно в каждой семье праздник, он всенародный. И вы знаете, сегодня приходим сюда не для того, чтобы там может какое-то ножество сделать, а почувствовать наших ветеранов, тех, кто живые, а их немного осталось. На самом деле так. Хоть говорят, что вроде так нехорошо, но почему нехорошо? Сегодня их 240 человек в городе. А посмотрите, сколько смогли только прийти. А хотят-то все. Сегодня надо в любом случае прийти и отдать память, дань уважения тем, кто погиб. Погиб в бою, погиб на трудовом фронте. Просто время пришло по возрасту. Те, кто работал в восстанавливаем народное хозяйство, они тоже воевали за нас, за девчонок, мальчишек, которые сегодня радуются жизни. Да и мы с вами тоже живем. Поэтому это праздник победы ради живых. Поэтому я всем хочу пожелать, чтобы не было никогда войны. Раз. Два. Три. Два. Самое сильное впечатление на меня произвел, пожалуй, бессмертный полк. Я знала, я как бы психологически была готова, что пройдут люди с портретами погибших. Но когда я это увидела, и когда я увидела это количество портретов, и я же понимаю, что это только маленькая доля того, что могли бы вынести. И я думаю, через год их будет значительно больше. Чрезвычайно сильное впечатление. И не только на меня. Вот я со многими людьми сегодня говорила, и с ветеранами. Для всех это великолепный символ. Символ бессмертия того, что произошло. И символ победы истинный. А когда эти портреты повернули глазами ко всем, кто стоял на митинге, я видела, как люди плакали. И я считаю, наверное, это вот эти слезы, это самая главная дань благодарности тем, кто отслужил по-настоящему Родине. С праздником всех. Праздник великий, праздник особенный. Дай бог нам мира, дай бог новым поколениям никогда не столкнуться с войной. Под Москвой из Калининграда Вез хлеб в блокадный Ленинград. Погорел в танке под пропоров. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Он, потерявший родных и близких, в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцева. Молодцы. Очень душа радуется. Молодцы. Так держать. Мои солдаты, с которыми я. Понимаете, пройти строевым шагом, так отдать честь. Посту этому, главному у нас, который был близко. Это наша святая обязанность. Спасибо вам большое. Спасибо. Это наша святая обязанность. И мы идем, выполняем свой долг, честно и без всяких разговоров, как и воевать. И шли, били врага. Как же только обидно душа болит, как в те годы мы жили, когда война началась. Мне 15 лет было. И всю войну работали. Ой, сколько труда было. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился. Сейчас так душа болит. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и посвятился. Пожреть благодарностью всех советских людей, которые работали в тылу, ковали победу. Без них победа была невозможна. И вечная память тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. С праздником всех я поздравляю. С Днем Победы. Вспомним о деревнях, сожженных дотла. О поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомнил. Каждый дом. Солдат Великой Отечественной. Ты на смерть стоял под Москвой из Калининграда. Вез хлеб в блокадный Ленинград. Погорел в танке под Пропоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцева, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, Не искал славы. Ты защищал отчизны, Защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь На алтарь победы. Поклонимся и вниз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!